всем привет один из подписчиков уверяет меня что зарплата трак драйвера в сша среднем 30 тысяч долларов а можно и 60 тысяч долларов ну в этом я согласна с алексом брежневым что это нереально средняя зарплата трак драйвера это 68000 со своим траком это будет 15000 такого чтобы кто-то зарабатывал 30 тысяч как врач ну я полностью согласна с алексом но это бред вы знаете да никто бы не учился на врачей все бы работали трак драйвера это чушь сам алекс сказал что его доход был пять тысяч видимо ну во первых он не напрягался потому что много времени посвящал записи видео плюс возможно канадские фирмы платят меньше чем американские там же тоже зарплата зависит от того сколько ты проехал если не напрягался то возможно с вычетом всех налогов и расходов чистыми да у него получалось 5000 долларов вот как у среднего трак драйвера вот это что касается трак драйверов и еще отписался российский дальнобойщик что по максимуму и платят 100000 то есть нет такого чтоб 180 было 100000 это всю душу вынут за эти 100000 это в россии 100000 рублей в месяц что за эти деньги там душу будут вот то есть надо упахаться но это к вопросу о трак драйверов вот что еще хотела сказать я хотела сказать о разгуле криминала в л.а. на днях и девушка написала пост что они с подругой пришли в беверли хилл центр это один из самых благополучных районов л.а. к ним подошли трое хорошо одетых темнокожих отобрали у них представили пистолет отобрали сумки они обратились в полицию как им показалось что кали полиции пофигу вот обратились в администрацию центра а девчонки там отписались что был такой эпизод на парковке там ексы подъехали отобрали у них вещи обратите внимание этот криминал это исключительно афроамериканцы и мексиканцы такого чтобы где-то там белый кого-то обокрал я такого если честно не слышала и вот девочка вчера отписалась она год я в шоке я не ожидала поймали полицейские задержали эту троицу которая забрала у них сумки оказывается им 15-16 лет поэтому они уходят от ответственности и еще одна девочка сообщила что это для нее не в диковинку она столкнулась случаем попросили девчонок за 400 долларов тоже 15-16 лет свистнуть сумки из машины тут же кто-то написал отчетом в сумках то было на как но там были лювитон и дорогие вещи понятно что это стоило гораздо больше чем 400 долларов а почему просят именно малолеток потому что в таком до 18 лет они не подлежат уголовной ответственности за кражу поэтому выгоднее заплатить деньги малолеткам попадутся но попадутся все равно отпустят здесь на учет в детской комнате милиция как в россии здесь никто не ставит вот и а выйти на заказчика тоже крайне сложно потому что используются одноразовые телефоны вот поэтому те лица которые заказали и девчонок и вот этих вот пацанов и к сожалению установить крайне сложно и полицейские сказали нашим девушкам что помогут им составлением полицейского репорта в беверли-хиллз и они получат компенсацию от этого центра полностью на всю ту сумму то есть заявят на сколько вы сумму не было украдено там сумки телефона что там еще было в сумках и им это все певерли-хиллз центр компенсирует возник вопрос почему охранник как бы сразу где охрана была изначально но это было на парковке на пятом этаже было сказано что якобы всего один охранник для меня это странно потому что в costa mesa plaza если помните снимал там видео там практически у каждого бутика стоял охранник то есть видимо они наняли охрану на случай мародерства на случай грабежей практически у каждого бутика то есть это конечно же выгодно когда дорогие сумки дорогая одежда выгодно платить зарплату охранником и не рисковать своим имуществом ну не знаю как там в этом была я пару раз я не помню часто не обращала внимание на охранников то достаточно дорогие тоже бутики есть я сомневаюсь что там всего один на такой комплекс ну кто знает особенно в л.а. вот поэтому в л.а. тоже грабят но а кстати как их задержали они на следующий день пришли к той же самой лавочке в том же самом деле самом беверли хилл центре охранник увидел по видеонаблюдению сразу вызвал полицию и там же и задержали но опять же вынуждены были отпустить потому что им нет 18 лет кто-то мне вот говорит что здесь вся страна сидит ну вот видите не все не все сидят в принципе тут кражи тут полиция вообще достаточно лояльно кражам относятся то есть когда воруют посылки у домов нет не тут а в лос-анджелес в orange county воруют что до 800 долларов они вообще репорты не принимают типа вот будет у вас на сумму 800 долларов когда примет у считается что вся твоя собственность должна быть застрахована дом машина вот и страховка тебе все равно выплатить чем мы тут будем искать ну а когда касается вопрос жизни здоровья кто-то года тогда да конечно же уголовная ответственность вот не знаю на какая насколько она суровая по отношению к малолеткам вот не изучал этот вопрос завтра кстати крещение буду поеду искупаюсь наверное в москве уже будет три часа ночи я поеду искупаясь в океан тут где-то русские в л.а. ездят там в какую-то сауну я не знаю если такое развлечение в orange county спрошу но я считаю что самое интересное в это нырнуть в океан потому что он сейчас где-то градусов 13-14 достаточно прохладный с эти сами батюшки относятся к этому как язычеству вот это вот все купание ныряние что достаточно исповеди причастия и взятия освещенной воды чем вот так вот рисковать здоровьем но я со здоровьем все нормально я уже давно не ныряла в океан и с удовольствием нырнул конечно холодный в него не зайдешь это нужно с разбегу забежал окунулся вот конечно потеплее чем в крещенскую прорубь нырять но тем не менее все равно холодно все равно бодрит вот чисто символически начать новую жизнь кстати я в москве ездила в новый иерусалимский монастырь на новой риге он находится на истре и в этом месте истра повторяет изгиб того места на иордане где по преданию крестился иисус христос там организуется палатка с воздушными пушками то есть там тепло там были фены розетки точно были я фен собрала но мне кажется там были фены туалеты палатки с воздушными пушками где можно переодеться и дежурит естественно охрана рядом с тем местом где можно по ступенькам спуститься быстро вот поэтому все очень организовано те кто собирается искупнуться рекомендую съездить туда вспоминуть меня добрым словом вот это что касается крещения на этом все подписывайтесь ставьте лайки всем пока пока